машины естественно все под снегом зима уже пристегнут был человек я так понимаю так зарядок здесь никаких нет насколько я вижу лежит какая-то батарейка скребок видимо щетка лежит документы все практически как везде сейчас чуть прогрею можно уже поехать стоит климат как ни странно пусть греется пусть греется запаски инструментов естественно нет как и везде в других каршерингов привечена на саморезу в кузову фанеры кусок оригинально достаточно полка мягкая видимо чтобы не прогибалась а 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 ну в общем то все как у всех почти есть одно но первое нет зарядного устройства никакого а если телефон садится особенно в зимнее время то к сожалению беда будет заглушить вы не сможете не позвонить никуда служу поддержки ничего радует что стоимость будет ровно как по тарифу семь рублей минута никаких там плюс минус ничего ожидания полтора рубля минута в общем то все это похоже на белка кар потому что есть система пробокодов так такая же можно в общем то ездить бесплатно введя промокод в общем то машинку я прогрел мне это вышло 42 рубля уже но это зима тут никуда не ничего не поделаешь с этим номера почистил это как бы все я уже так еще один минус по сравнению с другими каршерингами это невозможность закончить аренду за мкадом то есть если вы едете в вегас в ашан куда то то к сожалению нельзя будет завершить аренду за мкадом просто мне сказали в техподдержке что это не получится сделать штрафов никаких у них нет просто не получится сделать регистрация стандартная водительская паспорт селфи с паспортом или водительскими привязка карты снимается 1 рубль а рубль не возвращается он кладется на бонусный счет если промокод ввели то у вас будет 301 рубль сразу на бонусном счету да еще в зимнее время я бы предпочел конечно ездить на белка кар потому что у них есть киа рио у них все таки подогрев руля кому то может это не нужно но в плане комфорта подогрев руля очень спасает зимой так же насколько я понял нету подогрева в сидении ни одного не водительская никакого и все таки машинка немножко будет сложновато для людей которые первый раз сталкиваются с рено не информативно очень вот например взять даже регулировку зеркал ну кто не знает сложно понять что это она левое зеркало и так же и правое дальше вот это как ни странно для меня было я с рено мало знаком очень мало это задние стеклоподъемники вот как определили что это они не знаю в общем то все остальное обычное вот это еще конечно штука климата напомнила от стиральной машины регулировку ну а так машина нормальная за эти деньги ну я бы опять же скажу для себя выбрал бы киа рио но в принципе доехать куда то вполне устраивает вот вот и 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 цена естественно нигде не указана здесь ни правил никаких на стеклах ничего в общем то видимо думают что все уже должны знать как пользоваться каршерингом в общем то итог машина нормальная за свои деньги за 7 рублей в минуту не нравится только что нельзя за МКАД выезжать выезжать можно нельзя там заканчивать аренду а штрафов они сами пока в техподдержке никаких не знают только штрафы за ПДД за нарушение скоростного и других режимов все на клиенте ну как и везде а об остальном они пока не знают к сожалению автопарк пока маленький поэтому найти ее сложно пользуйтесь при установке промокодом вот этим и получайте 300 рублей на первую поездку активировали меня минут за десять потому что видимо еще фирмы не очень известные никто о ней не знает поэтому пользуйтесь кому понравилось видео ставьте лайк подписывайтесь на канал всем удачи и успехов на дороге всем пока всем пока